Всем хорошего дня, отличного настроения. Дмитрий Солдатов, Марина Гесса. Мы продолжаем. Прямо сейчас хочется, Марина, заглянуть в будущее. Все потому, что в эти выходные 27 июня отмечается праздник молодежи. И безусловно, молодежь привлекает внимание своей активностью, идейностью. Хочется как-то подбодрить сейчас всех. И сегодня, друзья, все свои задумки можно воплотить в совершенно любом направлении, а помогает в этом управление молодежной политикой. И с нами на связи Светлана Калимулина, руководитель главного управления молодежной политики Челябинской области. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какие направления сегодня поддерживает управление молодежи? Чему могут обучиться ребята и в чем они могут получить помощь? На самом деле поддерживаются совершенно разные направления, начиная от движения КВН. Да, многим из нас известному. Патриотические различные проекты, это поисковые, например, отряды. У нас активно на территории региона работают студенческие отряды. Развито активно очень волонтерское движение, которое в прошлом году стало особенно актуальным в связи с пандемией. И многие из вас, наверное, слышали о движении «Мы вместе», которое достаточно широким стало за прошлый год. Поддерживаются и уличные субкультуры, совершенно разные творческие направления, в том числе в рамках студенческой весны, например. Про студенческую весну можно сказать, что в следующем году Челябинск примет российскую студенческую весну. Поэтому такое большое мега событие для творческой молодежи. Еще много совершенно разных программ и проектов. В частности, в широком достаточно формате сейчас шагает по всей стране форумная компания. И ребята из Челябинской области принимают участие в форуме Таврида в Крыму и в территории Смыслов. В онлайн-формат у нас перешел форум «Утро», несмотря на то, что произошли некоторые ограничения. Но мы его проводим все равно и работаем с ребятами, с участниками сейчас. Мы знаем, что на Сахалин еще наши ребята-волонтеры собираются тоже поехать в ближайшее время, если все получится. Это так? На форум «Острова» в том числе, да. Светлана, вот мне кажется, такой вопрос, он с одной стороны звучит очень-очень просто, а с другой стороны он такой вот всеобъемлющий, очень объемный. И есть ли на него ответ? Вот на сегодняшний день чем интересуется молодежь? Чем она живет? У вас совершенно правильный вопрос, потому что буквально вчера мы получили самые свежие данные. Вы прям, приоткрываю немножко завесу тайны, вчера получили результаты социсследования, достаточно масштабного, которые на территории региона проводили. Ну и я вам некоторые данные, с вашего позволения, тогда представлю. Да, приоритетным, самыми важными ценностями для нашей молодежи является семья, как это очень приятно об этом констатировать. Более 87% респондентов выбирают это в первую очередь как ценность. Второй ценностью является здоровье, ну и третьей уже, на третьем месте находится материальный достаток. В людях, наши молодые люди в первую очередь ценят честность, более 60% респондентов выбирают данный вариант ответа, на втором месте ответственность и на третьем трудолюбие. Еще очень интересным и важным для меня является фактор участия наших молодых людей в общественной жизни. И более 43% респондентов принимали участие, например, в общественной жизни в такой как субботнике, ТСЖ собрании, благотворительность. То есть это очень достаточно большой показатель того, насколько вовлечена наша молодежь в общественную жизнь в регионе. Класс! Я думаю, что многие взрослые могут брать пример с молодежи, потому что показатели просто шикарные. Более того, мы же видим каждый день подтверждение этих показателей. Именно сегодня мы об этом и говорим. А скажите, вот что касается больших городов, здесь все понятно. А чем молодежь занимается в селах, чем молодежь занимается в деревнях? Есть ли там разные молодежные направления? Конечно. Ну, во-первых, мы понимаем, что в маленьких населенных пунктах точками протяжения становятся школы. И, например, есть российское движение школьников, которое активно взаимодействует со школьниками и вовлекает и родительское сообщество, в том числе, в общественную активную деятельность. Есть достаточно серьезная общественная организация Российский Союз сельской молодежи. Ребята занимаются работой именно с теми проектами, с лидерами сельских поселений с целью их развития, роста и привнесения новых каких-то идей, проектов, малые города, территории. Есть фонды грантов губернатора, грантов президентских грантов, которые позволяют эти инициативы в том числе и финансово поддерживать. То есть инструменты в настоящий момент существуют для поддержки и финансовой, и административной в том числе, тех инициатив, которые появляются. Я думаю, что нам остается только пожелать замечательного праздника и отметить всей молодежи этот праздник как положено. Спасибо вам большое за то, что сегодня вышли с нами на связи. Спасибо, хорошо. Спасибо вам. А я напомню, что с нами на связи была Светлана Калимулина, руководитель главного управления молодежной политики Челябинской области. Ну что, впереди праздник молодежи. Будет жарко. Будет огромное количество мероприятий. Отметить обязательно нужно и взрослым, и детям, и тем, кто посередине молодежи. Мы прямо сейчас с вами отправимся на рубрику под названием «Дневник таксиста». Обсуждается сегодня важная тема. Тема вакцинации. Вот что жители по этому поводу говорят таксисту, ведущему данные рубрики? Что их беспокоит, о чем они заботятся, давайте узнаем прямо сейчас.